доброго времени суток дорогие друзья рад приветствовать вас на канале студариума на лекции посвященной соединительным тканям с вами юра белевич то что вы присоединились к лекции по соединительным тканям это уже требует самого дорогого вина и конечно же десерта он готов для вас эти вопросы мы обязательно решим вместе после того как изучим тему теоретически для подготовки к лекции я использовал статью которую все вы можете найти конечно же на студариуме ссылка будет в описании итак начинаем лекцию которую я подготовил для вас сегодня мы рискнем прокатиться вот на этом автобусе с очень сомнительным водителем у которого руки растут прямо из цитоплазма в трезвом уме и твердой памяти мы бы с вами никогда не сели туда поэтому из-за недостатка и одного и другого устраиваемся поудобнее для начала давайте раскроем сам термин соединительные ткани и вспомним что на предыдущей лекции по эпителиальным тканям мы с вами договорились и раскрыли эпителиальные ткани между прочим это крепостные стены с пушками которые ограждают внутреннюю среду и вот теперь мы переходим к той самой внутренней среде как вы понимаете в городе много всего интересного и вот все это внутреннее что за крепостными стенами это по сути и есть соединительные ткани так вот мы переходим тканям внутренней среды это кровь и лимфа реки которые питают город орошают земли крестьяне собирают урожай вот здесь на кутузовском проспекте если такой урожай съесть то прямиком сразу к павлову можно отправиться прямо туда дальше идут кроветворные ткани миелоидная лимфоидная здесь зарождаются клетки крови это можно сравнить с ключами чистой родниковой воды конечно такие есть москве вот прямо здесь у садового кольца бьет такой источник что сразу и ядро исчезнет и мембрана отвалится и только теперь обратите внимание мы добираемся до соединительных тканей собственно соединительной ткани то есть это что собственно непосредственно соединяет плотная и рыхлая волокнистая ну а что соединяет барды богадельни университеты школы то есть такие места в которых нужно регулярно появляться примерно раз в два года следующие это соединительные ткани со специальными свойствами ретикулярные роддома жировая ткань склады слизистая она как бы есть но ее как бы нет я потом объясню и последние которые остались это скелетные соединительные ткани хрящевые и костные не сложно догадаться что это мостовые фундаменты зданий домов то есть то на чем все строится вот такая классификация города или внутренней среды как хотите у нас получилось на что обратить внимание нужно на то что кровь все-таки стоит особняком от соединительных тканей в рамках университета именно так потому что это все-таки понятия разные однако в школьном курсе кровь часто и лимфу тоже относят к соединительным тканям давайте идти то есть ехать вот с этим сомнительным водителем дальше и разберем признаки соединительных тканей то есть то что объединяет соединительные ткани ну или ткани внутренней среды сначала поговорим в более общем плане это разнообразие клеточного состава то есть заходишь места которые соединяют и там большое разнообразие там большой выбор там есть такие клетки и такие клетки ну как-нибудь другой раз расскажу второй признак это хорошо развитое межклеточное вещество хотя шумоизоляции не всегда нам ладно это отдельная тема и к тому же они имеют общее происхождение из ребра адам из мезонхимы которые развиваются из мезодермы то есть ткани внутренней среды имеют мезодермальное происхождение межклеточное вещество которое хорошо развито у соединительных тканей состоит из волокон а все что не волокна это основное аморфное вещество то есть не волокнистый компонент волокна же могут быть коллагеновыми эластическими и ретикулярными подводим итоги для ткани внутренней среды характерно три компонента клетки волокна и основное аморфное вещество волокна и основное аморфное вещество это в совокупности межклеточное вещество вот такие признаки у тканей внутренней среды а к ним относятся и соединительные ткани поэтому эти признаки справедливы и для соединительных тканей классификация теперь давайте переходить к ней обязательно перерисуйте схему себе и повесьте как флаг и так какими же бывают соединительные ткани Собственно соединительные ткани, то есть те, которые собственно соединяют Или волокнистые соединительные К ним относится плотная волокнистая соединительная ткань Она встречается в дерме, в сухожилиях, в связках Также есть рыхлая волокнистая соединительная ткань Она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды То есть вокруг них находится, образует строму органов Далее идут соединительные ткани со специальными свойствами Это ретикулярная ткань от латинского reticulum – сеточка Она образует строму кроветворных органов, селезенки, лимфоузлов костного мозга То есть там, где появляются клетки крови Следующая – жировая ткань, которая образует подкожный жировой слой Сальники, диафизы трубчатых костей, тот самый желтый костный мозг Жировую капсулу почек, например, тоже жировая ткань образует И последняя ткань – слизистая Она встречается только во время внутриутробного развития в пупочном канатике Между плодными оболочками То есть она существует только на эмбриональном этапе, а в постэмбриональном исчезает Завершаем классификацию нашими фундаментальными скелетными соединительными тканями К ним относится хрящевая ткань Она встречается, ну например, ею образованы хрящи гортани, трахеи, бронхов, суставов, межпозвоночных дисков Это все хрящевая ткань Костные ткани, очевидно, образуют кости скелета Вот такая классификация получилась соединительных тканей И теперь давайте более детально обсудим все те ткани, которые мы назвали в классификации Еще глубже погрузимся в жизнь города Интересную, насыщенную, которую нам предстоит познать И начнем мы, собственно, соединительных тканей и их общих признаков Что объединяет их? Они содержат коллагеновые волокна, одни или вместе с эластическими волокнами Также они не отличаются высоким содержанием минеральных соединений Ну, сами подумайте, то, что собственно соединяет, не должно быть уж слишком жестким То есть оно должно быть приятным, мягким и так далее Значит, мы переходим к изучению рыхлой волокнистой соединительной ткани Или сокращенно РВСТ В этой ткани преобладает основное аморфное вещество Отсюда она рыхлая, а не плотная, не жесткая То есть приятная, мягкая Коллагеновые и эластические волокна лежат произвольно То есть они не ориентированы в каком-то одном направлении Она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды Образует строму большинства органов Также РВСТ образует сосочковый слой дермы Хотелось бы упомянуть клетки фиброциты Которые сегодня нам будут встречаться, ну просто на каждом шагу Потому что это клетки соединительной ткани От латинского фибра волокно и греческого цитос клетка Теперь давайте покажем на рисунке все, что мы узнали Фиброциты, это официальные клетки соединительной ткани Но есть и гистиоциты Это клетки РВСТ, которые обладают фагоцитарной активностью Здесь же мы найдем коллагеновые и эластические волокна А все остальное, вот помимо клеток и волокон, это основное аморфное вещество Я считаю абсолютно, то есть на 100% доказано то, что РВСТ это мягкие пуфы В которых волокна тоже идут неупорядочены в разные стороны И в них так и хочется упасть и раствориться Так, идем дальше К следующей ткани Плотная волокнистая соединительная ткань Или сокращенно ПВСТ Здесь уже преобладают волокна В основном коллагеновые, объединенные в пучки Отсюда термин плотные Как вы помните, в рыхлые преобладало основное аморфное вещество Здесь же на первый план выходят волокна Они могут быть ориентированы в одном направлении Тогда говорят оформленное ПВСТ Или нет, то есть они могут быть как в рыхлой в разных направлениях Тогда говорят неоформленное ПВСТ Неоформленной плотной волокнистой соединительной тканью Образован сетчатый глубокий слой дермы О котором я совсем недавно обещался рассказать Вот, рассказываю, теперь мы с вами на 100% знаем, что дерма кожи Образована именно соединительной тканью Причем сосочковый слой это рыхлая волокнистая А сетчатый глубокий слой это плотная волокнистая соединительная ткань Неоформленная Что касается оформленной ПВСТ То ее образованы связки сухожилия, фасции мышц, капсулы внутренних органов Давайте посмотрим настроение сухожилия Которое образовано непосредственно плотной волокнистой соединительной тканью Что мы здесь увидим? Мы увидим первичный сухожильный пучок Коллагеновые волокна Которые лежат между рядами сухожильных клеток Фиброцитов И также несколько первичных сухожильных пучков Объединяются во вторичный сухожильный пучок То есть так возникает сухожилие Вот эта однонаправленность волокон Она, во-первых, помогает выдерживать большие нагрузки И также она делает ткань более плотной Отсюда и термин плотная волокнистая соединительная ткань Получается, что в ПВСТ все более плотно, жестко Есть свои минусы, но также есть свои плюсы Главное, чтобы до ретикулярной ткани раньше времени не дошло И теперь давайте переходить к тканям со специальными свойствами Эта группа включает разнородные ткани Начинаем мы как раз с ретикулярной ткани роддома Кто попал, тот попал Состоит из отрощитых ретикулярных клеток и ретикулярных волокон Объединенных в сетевидную структуру И сам термин ретикулярная, как я уже говорил, происходит от латинского reticulum Сетка, сеточка Особо заметим, что ретикулярная ткань является компонентом более сложных Кроветворных тканей Миелоидной и лимфоидной Для того, чтобы на школьном уровне хоть как-то развести эти два понятия Давайте запомним упрощенно так Из миелоидной ткани развиваются эритроциты, например А из лимфоидной – лимфоциты То есть и то и другое – это кроветворные ткани, но это немножко разные ростки И из них развиваются, соответственно, разные клетки Функции ретикулярной ткани Она образует строму, то есть опорную структуру кроветворных органов Красного костного мозга, лимфоузлов, селезенки Вторая и последняя функция – это создание микроокружения для развивающихся клеток кроли В котором они чувствуют себя комфортно Ну, надо сказать, это микроокружение потребует очень много АТФ А вернет ровным счетом Так, давайте посмотрим лучше на схему ретикулярной ткани Вот мы видим с вами лимфоциты, развивающиеся клетки Вот ядра ретикулярных клеток Цитоплазма ретикулярных клеток Ретикулярная ткань создает микроокружение, в котором развиваются клетки крови Следующая ткань со специальными свойствами – это жировая ткань Она состоит из жировых клеток – адипоцитов От латинского «адипис» – жир и греческого «цитос» – клетка Именно скопление адипоцитов образует подкожно-жировую клетчатку Хорошо всем знакомую, для кого-то ненавистную Но так или иначе, большой и малой сальники Капсулы внутренних органов, например, почек И желтый костный мозг в диафизах костей Это тоже жировая ткань Против жировой ткани сейчас ведется самая агрессивная борьба Я же один стою в одиночном пикете, защищая созданное природой И вот почему Давайте рассмотрим функции жировой ткани и подумаем Может быть, все-таки она нужна? Жировая ткань создает резервный запас питательных веществ Накапливает жиры или липиды От греческого «липос» – жир Секретирует гормоны Эстроген, лептин Эстрогены – это женские половые гормоны И обычно девушки худеют до того момента, пока уровень эстрогенов не упадет до нуля или ниже А потом вдруг матка сходит с ума И оказывается, что жировая ткань все-таки нужна Надо же, интересно, странно Почему она нужна? Поэтому не доводите матку до психически опасного состояния Также жировая ткань обеспечивает теплоизоляцию тела И предупреждает повреждения внутренних органов То есть выполняет защитную функцию Давайте посмотрим на тайну женщины Это адипоциты в жировой ткани Ну, конечно, все должно быть в меру И теперь переходим к прекрасной России будущего Она здесь находится справа Слизистая ткань Она отличается особым желеобразным состоянием межклеточного вещества Вследствие высокого содержания гиалуроновой кислоты Прекрасная Россия будущего, как и прекрасная Россия прошлого Не встречаются на постэмбриональном этапе развития Они существуют только во время внутриутробного развития В пупочном канатике Между плодными оболочками В текущем состоянии нашей страны Во всех экономических трудностях Следует винить только мамонтов Они выкосили прекрасную Россию прошлого Как траву в майский день И не важно, что они уже вымерли Это не снимает ответственности Кто-то должен ее нести Поэтому мы в ближайший четверг С моим коллегой-реаниматологом Займемся их немедленным воскрешением Идем дальше К последнему оплоту соединительных тканей Это скелетные соединительные ткани К ним относятся дентин и цемент зубов Это такой уровень детского сада Напомню, что эмаль самозванка Она имеет эпителиальное происхождение Она не относится к скелетным соединительным тканям Затем идут школы, хрящевые ткани И университеты Это костные ткани Сейчас мы их будем обсуждать детально И вы все поймете Что объединяет перечисленные ткани Почему их называют скелетными Потому что их общим признаком является Большое количество минеральных соединений В межклеточном веществе В хрящевых тканях Средний процент интеллекта по школе Или процент минеральных соединений В межклеточном веществе Составляет 4-7% В его состав также входят коллагеновые эластические волокна До 9 класса молодые клетки называются хондробласты От греческого хондрос хрящ и бласт росток Зрелые клетки, ну, 10-11 классы, хондроциты Они находятся в подготовке к экзаменам Поэтому окружают себя полостями И находятся в полной лакуне Особенностью всех хрящевых тканей Является отсутствие в них сосудов Это, между прочим, сближает их с эпителиальными тканями И возникает тот же вопрос Как тогда они питаются? За счет чего? Ответить на него поможет надхрящница Это волокнистая соединительная ткань Которая покрывает хрящ И участвует в росте и питании хряща Истинно так Ведь все школьники покрыты надзираю То есть родителями Которые участвуют в росте и питании хрящей Хрящевая ткань может быть трех видов Гиалиновая, эластическая и волокнистая Давайте посмотрим, где в нашем организме Какие виды хрящевых тканей встречаются Можете не акцентировать внимание на видах Просто запоминайте, где и в каких местах встречаются хрящи Итак, гиалиновая образует суставные поверхности костей Метафизы трубчатых костей в период их роста Хрящи воздухоносных путей Гортани, трахеи, крупных бронхов Передние отделы ребер До эластической хрящевой ткани Вы можете дотянуться прямо сейчас Она образует ушные раковины Хрящи носа Средние бронхи Туда лучше не тянуться Надгортанник Волокнистая хрящевая ткань Формирует межпозвоночные диски Или более точно Межпозвонковые Которые обеспечивают равномерное распределение Нагрузки на позвонки И гибкость позвоночника Теперь давайте взглянем на школу Или на хрящевые ткани Без разницы Мы видим с вами надзирать То есть надхрящницу В которой располагаются хондробласты Молодые клетки Затем они растут и становятся уже хондроцитами Обратите внимание Что межклеточное вещество Окрашивается вокруг хондроцитов Более интенсивно И называется клеточной территорией Хондроциты не любят ходить поодиночке В школе часто образуются коллективы Которые между прочим Уничтожают личность То есть если вы хотите стать личностью Никаких коллективов Только свой путь индивидуальный Но в хряще мы видим что Формируются группы хондроцитов В которых межклеточное вещество Окрашено более интенсивно Между этими группами Межклеточное вещество Окрашивается менее интенсивно Теперь давайте накинем белый халат И посмотрим как выглядят хрящи Хотя тут же поспешу вас расстроить Потому что хрящи на рентгене Не видны То есть вот здесь где нет ничего Это хрящ И здесь возникает нормальная щель сустава То есть в норме хрящи покрывают поверхность кости И мы видим щель То есть с хрящами все в порядке Когда же возникают какие-то заболевания То суставная щель искажается Она уже не идет так ровно, так гладко Вот здесь мы видим, что хрящ, который был, его уже нет То есть это место заняла кость Это называется окостенение хряща Конечно, это не нормально Это артроз И вот так мы видим Точнее не видим хрящ слева Это норма А справа, когда мы видим на месте хряща кость Это уже патология Здесь мы подошли вплотную к костной ткани И теперь вам понятно, что хрящ может превращаться в кость В результате дистрофических процессов Нарушения питания То есть это может происходить И раз уж мы подошли так близко к костной ткани То самое время перейти к костным тканям Давайте это сделаем Ну, средний процент интеллекта в университете Хотя это на самом деле не точно и не всегда так Но выше в университете, чем в школе Это 60-70% составляют минеральные соединения в межклеточном веществе Основной компонент фосфат кальция Когда вы станете студентом Вы можете с полной уверенностью До третьего курса считать себя остеобластом Молодой клеткой костной ткани От греческого остео кость А зрелая клетка будет называться остеоцит В университете есть замечательные преподаватели Потрясающие, изумительные Но есть и остеокласты Они образуются путем слияния клеток Остеокласт это не клетка Это постклеточная структура Симпласт То есть симпласт это как раз та структура Которая образуется в результате слияния многих клеток Преподаватель фагоцитарно активен И способен разрушать костное вещество Ну то есть остеобластов и остеоцитов В переводе с греческого Кластес разбитый на куски раздробленный Действительно после незданного зачета Ощущение именно такое И на кафедре фармакологии Многие оставляли свою нижнюю челюсть А на кафедре инфекционных болезней Получали травмы Несовместимые с жизнью И тем не менее Разрушение, резорбция костной ткани Необходимая составная часть Перестройки структуры кости То есть нет Даже не сомневайтесь Вы хотя бы один раз Не сдадите зачет И это поможет вам перестроиться Вы сначала разрушитесь А потом вновь восстановитесь Давайте взглянем на то Как устроен университет Клетки костной ткани Остеоциты После третьего курса Можете себя считать Остеобласты до третьего курса И остеокласты Преподаватели Это не клетки Это постклеточные структуры Симпласты Два компонента Образуют костное вещество Это органические вещества кости 10-20% белки Главным образом коллаген Фибриллярный белок И липиды Второй компонент Это неорганические вещества Фосфат кальция Кристаллы гидроксия Апатита Органический компонент Обеспечивает эластичность кости Это способность Например Выучить 200 билетов по анатомии За одну ночь То есть сопротивляться Сжатию Растяжению Неорганический компонент Это прочность костей Способность противостоять нагрузке Способность связать два слова Хотя бы после такой ночи И членораздельно Произнести свою фамилию Имя Чтобы понять Насколько важны Эти два компонента Надевайте белый халат Снова И давайте Рассмотрим заболевания Остеопорос От греческого Остеон Кость И порос Пора Это заболевание костей При котором плотность костной массы Уменьшается Причем уменьшается Как содержание Неорганического компонента То есть снижается Прочность костей Так и Органический компонент Снижается Уменьшается И способность Сопротивляться Сжатию Растяжению Что ведет К хрупкости И ломкости Костей В основном Это заболевание Наблюдается В пожилом возрасте Слева Мы с вами видим Хорошо построенный Монолитный дом А вот справа Это все нужно перестраивать Потому что Здесь Посмотрите Сколько пространств Внутри кости Конечно Это будет вести К хрупкости И ломкости Костной ткани Вот так Именно так Строят дома В прекрасной Настоящего Снаружи Все хорошо А внутри Полный Остеопороз И дома Наши Держатся Исключительно На молитвах Праведников И клубеньковых Бактериях Чтобы еще Лучше понять Значение этих Компонентов Давайте рассмотрим Процесс мацерации Мацерация Костей Это обработка Костей Сильными Кислотами С целью Ее Деминерализации То есть Убираем Неорганический Компонент Прочность Способность Связать Два слова Оставляем Только Органический Компонент Способность Учить 200 Билетов За одну Ночь В таком Случии Когда вы Придете На экзамен По анатомии Вас можно Будет точно Так же Завязать В узел Как Мацерированную Кость То есть В этой кости Остался Только Органический Компонент Она может Буквально Быть Завязанной В узел Но Никакой Прочностью Не Обладает И еще Если вы Хотите Произвести Впечатление На девушку А она Собирается Поступать В мед Или уже Поступила То вы Можете Завязать Такой Узел И подарить Ей Будьте Уверены Она Никогда Не забудет Это Самый Оригинальный Подарок Принципиальное Отличие Костной Ткани От Хрящевой Это Наличие Сосудов В костной Ткани То есть Студенты Не Секрет Почти Все Подрабатывают И питаются Самостоятельно Ткань Окружающая Кость Снаружи Это Уже Никакая Не Надхрящница Которая Контролирует Каждый Шаг Это Надкосница Которая Содержит Остеобласты Молодые Клетки И Остеокласты Клетки Разрушители Рост Кости В ширину Осуществляется За счет Деления Клеток Надкосницы А в длину За счет Деления Клеток Эпифизарной Пластинки Или Хрящевой Пластинки Роста От сосудов Надкосницы Отходят Многочисленные Ветви Которые Направляются Внутрь Кости И питают Ее Костная Ткань Может быть Организована В губчатое И компактное Костное Вещество Сначала Поговорим О губчатом Веществе Его Образуют Костные Пластинки Которые Объединяются В тробекулы Тробекулы Имеют Форму Дуг Арок Губчатое Вещество Образует Внутренние Части Губчатых И плоских Костей Внимание Нужно Разделять Губчатое Вещество И губчатые Кости Это Разные Понятия Эпифизы Трубчатых Костей И внутренний Слой Диафиза Все это Образовано Губчатым Веществом То есть Губчатое Вещество Встречается Не только В губчатых Костях Губчатое Вещество Это старинные Кафедры Со сводчатыми Потолками Изысканными Барельефами Самонахождение В которых Уже Насыщает Тебя Знаниями Давайте Взглянем На эту Старинную Кафедру Вот Губчатое Вещество Те самые Тробекулы В форме Дуг Арок Много Полостей Формируется Так и Должно Быть В губчатом Веществе Но до Определенной Степени Не до Остеопороза Дальше Идет Компактное Вещество Мы к нему Перейдем На следующем Слайде И мы Видим На поверхности Кости Питательные Отверстия Через Которые Проходят Кровеносные Сосуды По питательным Каналам Эти Кровеносные Сосуды Идут Из Надкосницы То есть Они Идут В кость И питают Ее Теперь Давайте Переходить К лекционному Залу Или К компактному Веществу Компактное Вещество Почти Не имеет Промежутков Костные Пластинки Имеют Концентрическую Форму Полые Цилиндры Вложенные Друг В друга Компактное Вещество Образует Поверхности Плоских И губчатых Костей Поверхностный Слой Эпифиза И основную Часть Диафиза Важно Заметить Новый Термин Остеон От греческого Остеон Кость Или Гаверсовая Система Это Структурная Единица Компактного Вещества То есть Структурная Единица Это важно Это как Нефрон Для почки Нейрон Для нервной Системы Остеон Структурная Единица Компактного Вещества Пластинчатой Кости Обеспечивающая Ее Прочность Давайте Давайте С вами Взглянем На Лекционный Зал Посмотрите Насколько Все Похоже Канал Остеона Затем Начинаются Эти Концентрические Пластинки Как Ряды В лекционном Зале И Остеоциты Ну Это Студенты Старших Курсов Которые Слушают Ну Точнее Прослушивают Лекцию Завершаем Разговор О скелетных Тканях Их Функциями Мы Сейчас Рассмотрим Функции Как Хрящевой Так И Костной Ткани Первая Функция Это Создание Не Участия А Создание Опорно-двигательного Аппарата Скелетные Ткани Защищают Внутренние Органы От Повреждения Например Череп Защищает Органы Чувств И Головной Мозг Но Некоторые Умудряются Сдавать Экзамены По 9-10 И Рекорд По-моему 12 Раз Череп То есть Кажется Чего-то Ладно, давайте к следующей функции Участвуют в обмене минеральных веществ Кальция Фосфатов Также Скелетные ткани Играют Формообразующую роль В процессе Эмбриогенеза И Постэмбрионального Развития Да, ну то есть Школьник Становится Студентом На месте Многих Будущих Костей То есть На месте Студентов Вначале Должен Образоваться Хрящ То есть Школьник И мы сегодня С вами Видели Как Хрящ Превращается В кость Это в патологии Но и в норме Тоже такое происходит То есть Для организма Хрящ Это такая Пометка Или заметка Что Может Он стать Костью У детей Много хрящей Они с возрастом Окостеневают Становятся Костной тканью Вот Так Так Это происходит Поэтому Желаю И вам Долго Не оставаться Хрящевой тканью 11 лет Не дольше А потом Обязательно Стать Костной Тканью Давайте Подытожим Все сказанное Скелетных Тканях Они Выполняют Механические И обменные Функции И на этом Наша Поездка С очень Своеобразным Водителем По соединительным Тканям Оканчивается Я надеюсь Она была вам Полезна И интересна Слава Павлову Мы наконец-то Приступаем К решению Тестов Чтобы было Интереснее Ставьте видео На паузу И сначала Пробуйте Решить вопросы Сами Только затем Включайте Видео И смотрите Как решил Вопросы Я Итак Давайте Из перечисленных Выберем Функции Соединительной Ткани Остальные Я убрал Потому что Это не предмет Нашего изучения Сегодня Регуляция Процессов Жизнедеятельности Нет Это Нервная Система Делает Нервная Ткань Соединительная Ткань Она Соединяет И в этот Момент Ни до Какой Регуляции Отложение Питательных Веществ В запас Да Вспомним Подкожную Жировую Клетчатку Склад Куда Отправляются В запас Питательные Вещества Это Подходит Передвижение Веществ В организме Ну Вспомните Как мы Сегодня с вами Проехались В общем-то Вещества Точно так же Перемещаются В крови Лимфе Поэтому Конечно Это Подойдет Защита От Ультрафиолетового Излучения Ну Было бы Грустно Если бы Тканям Внутренней Среды В том числе Соединительным Пришлось бы Таким Заниматься Ультрафиолетовое Излучение Должно Быть Остановлено Еще До того Как оно Попадет Внутрь Организма То есть Эпителиальной Тканью Ультрафиолетовое Излучение Поглощается Я напомню Меланоцитами Которые Расположены В базальном Слое Эпителия Обеспечение Обмена Веществ Между Организмом И средой Нет Эта функция Принадлежит Тоже Эпителиальным Тканям Напомню Что в тонкой Кишке Всасываются Питательные Вещества Через Эпителии В кровь Вот вам Пример Обмена Веществ Ну Если хотите В легких Через Эпителии Диффундируют Газы Тоже Пример Обмена Веществ Между Организмом И средой Давайте Дальше К следующему Вопросу Выберем Признаки Соединительной Ткани Возбудима Под влиянием Внешних Сигналов Возбудима Это Все-таки Нервная Ткань Нервная Ткань Обладает Возбудимостью И проводимостью Это ее Свойства Бывает Жидкой Волокнистой Ну После той Классификации Которую мы Сегодня Изучили Это Капля В море Но Тем не менее Да Бывает Жидкой И бывает Волокнистой Мало Межклеточного Вещества Ну Выбрать Такой Пункт Это просто Оскорбление Соединительной Ткани В ней Много Межклеточного Вещества Хотя Проблемы Шумоизоляцией Ладно Поддерживает Гомеостаз Организма Да Это тоже Нам подходит Кровь Как известно Поддерживает Гомеостаз Это одна Из ее Важнейших Функций Напомню Что гомеостаз Это постоянство Внутренней Среды Причем Динамическое То есть Мы все Делаем Вдох Выдох Какие-то Вещества Поступают В кровь Какие-то Удаляются Но в целом Состав И свойства Внутренней Среды Остаются Постоянными Вот это и есть Гомеостаз Выполняет Опорную Транспортную И запасающую Функции Да Здесь речь идет Например О скелетных Тканях О крови И о Подкожной Жировой Клетчатке Весь этот пункт Выбираем Сокращается При воздействии Нервного Импульса Нет Свойства Сократимость Характерна Для мышечной Ткани Для соединительной Это не Характерно Давайте Идти дальше К следующим Вопросам Установим Соответствие Между Особенностями Строения И тканями Шумоизоляция Это конечно Соединительные Ткани Клетки Всегда Одноядерные Вот здесь Мы просто Вынуждены Вынуждены Это отдать Соединительным Тканям Хотя В соединительных Тканях Есть Остеокласты Многоядерные Клетки Фагоцитарные Есть Эритроциты Которые Без ядра Поэтому все-таки Уже Клетки Не всегда Одноядерные И вообще В медицине Если написано Слово Всегда И только То вот 100% Не всегда И не только Далее В клетках Содержится Белок Миозин Что-то такого Мы сегодня Не называли Мы говорили Много Про волокна Коллагеновые Эластические Ретикулярные Но белок Миозин И актин Это сократительные Белки Которые Характерны Для мышечной Ткани Клетки Содержат Много Митохондрий Митохондрии Это энергетические Станции Клетки Где вырабатывается Энергия АТФ Вот К слову Не забывайте Ставить лайки Этому видео Один лайк Это одно АТФ Помните об этом Клетки Содержат Много Митохондрий Ну Где нужна Энергия Конечно В мышечной Ткани Следующая Ткань Может быть Жидкой Это Особенность Соединительных Тканей Вспоминаем Реки Которые Питают Город Кровь и Лимфа Они конечно Не совсем Соединительные Ткани А это Ткани Внутренней Среды Если официально Но в рамках Школьного Курса В общем Вы поняли Клетки Запасают Кислород Это функция И особенность Мышечной Ткани В клетках Мышц Находится Миоглобин Белок Который Связывает Кислород И держит Его Так На всякий Случай Вдруг Пригодится Для Процесса Окисления Идем Дальше Описание Крови Как ткани Такое же Как описание Ткани Соединительной Много Межклеточного Вещества Большое Разнообразие Клеток Соединительной Тканью У человека Образована Миокард Мышечная Ткань Спиной Мозг Нервная Ткань Эпидермис Эпителиальная Ткань Остается Коленная Чашечка Или Надколенник Это кость Костная Ткань Университеты Это конечно Соединительная Ткань Очевидно Что кости Скелета Это те же Самые Университеты Поэтому Идем дальше К следующим Вопросам Задняя Стенка Трохеи Образована Мышечной И соединительной Тканью А именно Оформленной Плотной Волокнистой Соединительной Тканью Что касается Мышечной То в наружной Оболочке Трохеи Находятся Пучки Гладких Миоцитов Я напомню Что передняя Стенка Трохеи И по сути Боковые Стенки Образованы Хрящевыми Полукольцами А задняя Стенка Трохеи Получается Такой Мягкой Это Как мы Только что Узнали Мышечная И соединительная Ткани Так вот Именно Такое Строение Трохеи Помогает Прохождению Пищи По пищеводу Способствует Этому Так как Задняя Стенка Трохеи Прилежит К пищеводу Следующий Вопрос Ну это Уже Скучно Давайте Дальше По какому Признаку Соединительную Ткань Можно Отличить От других Тканей Человека По Развитому Межклеточному Веществу Разберем Тех Кто остался По Многоядерности Это Мышечные Ткани По Отсутствию Межклеточного Пространства Это Ткани Эпитавиальные По Длинным Отросткам Клеток Это Скорее Ткани Нервные Давайте Дальше Тут Нам надо Рассмотреть Рисунок И подобрать Для него Термины Понятия На нем Мы с вами Видим Крепостные Стены То есть Эпителий Видим Потовую Железу Видим Сальную Железу Вот она Открывается В Волосяной Фолликул Мышцу Поднимающую Волос Кровеносные Сосуды Капиллярные Сети Видим Но Это Все У нас Конечно Дерма Поэтому Название Слоя Давайте Определим Как Дерма Тип Ткани Очевидно Соединительные Ткани Помните Сосочковый Слой Это Рыхлая Волокнистая Соединительная Ткань А сетчатый Более Глубокий Это Плотная Волокнистая Соединительная Ткань Функция Дермы Конечно Осязательная За счет Большого Количества Рецепторов И Терморегуляторная За счет Наличия Кровеносных Сосудов Которые Могут Сужаться Расширяться Регулируя Таким Образом Количество Тепла Отдаваемого Организмом Окружающей Среде Давайте Дальше К следующим Вопросам Изменение Диаметра Кровеносных Сосудов Происходит За счет Ткани Вот Здесь Соединительная Нам не поможет Потому что Изменять Что-то Это значит Нужно Что-то Сокращать А сокращает Гладкая Мышечная Ткань Которая Не подконтрольно Сознанию Человека При сокращении Гладкой Мышечной Ткани Кровеносный Сосуд Сжимается Напрягается И Очевидно Что диаметр Тут Будет Уменьшаться А при Расслаблении Кровеносный Сосуд Чувствует Себя Более Вольно Он Расширяется И соответственно Диаметр Увеличивается Далее К соединительной Ткани Не относятся Университеты Относятся Школы Относятся Склады Конечно Тоже Относятся А вот Железистые Эпителии Железистая Ткань Не Относятся К соединительной Ткани Это Эпителиальные Ткани Напоминаю Что это Пушки На башнях Которые Стреляют По всему Что вам Понравится Киевси Макдональдс Бургер Кинг Пирожные Тортики Вот к этому Всему Готовы Железистые Эпители Следующий Вопрос Ну это Банально Имеет Много Межклеточного Вещества Клетки Никакие Не Однородные Они Очень Разнообразны Структурно Функциональной Единицей Какой Системы Является Студент Старших Курсов Третьего И выше Ну это Конечно Надо выбрать Университеты Как-то так Особенность И ткань Давайте Подберем Соответствие Состоит Из плотно Прилегающих Друг к другу Клеток Ну плечом К плечу Плотно Стоят Эпителиальные Клетки Держат Оборону Это Эпителиальные Ткани Содержат Много Межклеточного Вещества Это Ткани Соединительные Как мы помним У эпителиальных Тканей Межклеточного Вещества Практически Нет Обеспечивает Связь Между Органами Ну думаю Сегодняшнюю Поездочку Мы с вами Надолго Запомним Это конечно Соединительные Ткани Кровь Лимфа Вот то Что связывает Органы Состоит Из Рыхло Расположенных Клеток Ну Раз клетки Рыхло Расположены То много Межклеточного Вещества А значит Это тоже Соединительные Ткани Образует Поверхностный Слой Кожи Ну то есть Крепостные Стены Которые Не дают Пройти Ни Вирусам Ни Бактериям Это конечно Ткани Эпителиальные Содержит Жидкое Или Твердое Межклеточное Вещество То есть Могут быть Как реками Кровь Лимфа Так и Фундаментом Зданий Скелетные Соединительные Ткани Поэтому Конечно Пункт 2 Выполняет Опорную Механическую Функцию Как раз Скелетные Ткани Известные Нам Хрящевые Костные Школы Университеты Лучше появляться Как можно Реже Во благо Своей Нервной Системы И последний Вопрос На сегодня Давайте Выберем Три верных Ответа Из шести И запишем Что характерно Для Типа ткани Изображенного На рисунке Мы узнаем Что это Рыхлая Волокнистая Соединительная Ткань Как мы Это узнаем О форме Клеток Фиброциты Отрощитые Клетки И так же Мы видим С вами Волокна Эластические Коллагеновые Которые Идут В разных Направлениях То есть Они Не упорядочены Отсюда Вывод Что это РВСТ Большое Количество Межклеточного Вещества Шумоизоляция Да Выбираем Образуется Из эктодермы Нет Образуется Из Мезодермы Клетки Способны К проведению Электрического Импульса Нет Это Для Нервной Ткани Характерно Бывает Бывает Твердой Соединенного Эпителия Ставьте Лайки Для Синтеза У меня АТФ Я напоминаю Что Один лайк Это Одно АТФ Которое Синтезируется У меня Всем Желаю Чтобы Межклеточное Вещество Никогда Не Подводило Успехов Удачи И До Новых Встреч Синтезируется